В этой миловидной девочке сразу и не разглядишь где-то убийцу. В зал суда 25-летняя Анастасия Бочегурова пришла без сопровождения конвоя. Неделю назад суд решил не продлять ей арест. Судья зачитывает исключительно положительную характеристику со школы, где училась девушка. За время учёта показала себя как дисциплинированная, аккуратная исполнительная ученица. С большим интересом занималась биология, историей, черчением, физической культурой. На уроках ответы Насти отличались логической последовательностью, сдержанностью. Но как только в прене вступает прокурор, впечатление об Анастасии Бочегуровой из Алла Сартыков кардинально меняется. Двухмесячного сына молодая мама убила в пьяном угаре. В день трагедии в доме девушки на глазах её дочек 2 и 4 лет гуляла чуть ли не вся деревня. Взяла малолетнего сына Бочегурова ГАА на руки, так как последний стал издавать плач. Не удержала Бочегурова ГАА на руках, который упал и ударился головой о поверхность пола. Пытаясь поднять Бочегурова ГАА на руки, Бочегурова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не удержала ребёнка и вновь допустила его падение на пол. После пьяная мамаша словно дрова закинула сына в печь раскалёнными углями, в тот момент многодетная мать была вменяема. Но объяснить её поступок не могут ни адвокат, ни родные, ни сама обвиняемая. Дети Анастасии в этот момент спали. Я прошу не наказывать её строго. У неё малолетние дети, да и мне тяжело будет с ними. Пожалуйста, освободите её. Позже медэкспертиза установила, ребёнок погиб не от ожогов всего тела, а от черепно-мозговой травмы, которую получил при падении. Поэтому обвинение переквалифицировало статью на более мягкое с убийства на причинение смерти по неосторожности. Судебное заседание проходит в особом режиме, без разбирательств. Подсудимая признала вину, уже через час судья выносит приговор. Бочугурова Анастасия Александровна признает виновным в совершении преступления, предусмотренном частью первой статьи 109 УКРФ. Назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Получается, наказание даже мягче, чем условное. Анастасия Бочугурова будет на свободе и сможет воспитывать детей. Но вот как она объяснит малолетним дочерям, куда подевался их младший братик? Правда, девушка малышкам так и не рассказала и, скорее всего, никогда не сможет на это решиться. Виктор Буров, Станислав Клочинаев, Вести, Хакасия.